И снова здравствуйте! С вами Александр Михальцов и это канал Веселый Теремок. 2 января, 10 час утра. Большая часть населения Российской Федерации отходит от новогодних праздников. А мы едем ставить нашу ласточку на государственный учет. Два вопроса, которые мы хотели осветить. Как поставить автомобильный учет с электронным ПТС? Раньше этого ни разу не делали, поэтому самим интересно. И второй вопрос. У нас стоит с завода прицепного устройства, но нигде мы не нашли в ПТС, чтобы эта функция была прописана. Шноркель, тягово-сцепное устройство. Сейчас посмотрим, как это вообще вносит в СТС. Вот, и вам попытаемся показать. На улице начался снегопад ужасный. Новогодний. 2 января. Поэтому мы потихоньку привыкаем к машине и крадемся. Какие на данный момент два нюанса. Записались мы на постановку на учет автомобиля через госуслуги. И оказывается, наша доблестная госинспекция в городе Коломне работает даже 2 января. Если это не фейк, то на самом деле я хлопаю в ладоши им. А вторая приятная новость. Госпошлина за постановку на учет с выдачей новых номеров состоит. Стоит 2,5 тысячи. Опять же, через госуслуги. Это у нас госпошлина обошлась в 1750 рублей. Вот, но мы уже подъезжаем. Так что не переключайтесь. Мы думали, мы одни полудурки, которые приехали тут госрек действия совершать. А тут вон целая старяна. Пошли. 2 января МРЭО в городе Коломне работает в нормальном рабочем процессе. Какой нюанс вылез? Когда заказываете услугу, какую-то услугу через госуслуги, извиняюсь за тестологию, конкретно в нашем случае регистрация транспортного средства, вот там все шаблоны заполняйте по минимуму. Нахер это никому здесь не надо, и они все это перепечатывают. Я вот, честно говоря, убил, наверное, минут 30-40, чтобы там вот винку отвезти, вот эти вот, там, цвет, мет, там, седан, хэтчбэйк. Мне вот этот листочек отдали, и она заново все вот эти вот данные вносила девочка в кассе, ой, в кассе, в окне приема документов. Так что не тратьте свое время, это никем не оценится. При себе нужно иметь какие документы? Ну, у нас, если это новый автомобиль, это договор купли-продажи, акт передачи транспортного средства, копия страховки и паспорт. Вот, все, все, больше ничего. Ну, конечно, вот с этим заявлением. Все? Да, вымерял все вот до циферки, чтобы там было все. Все у нас заново это перепечатало. Про поводу фаркопа, кстати. Фаркопа, шноркеля, который у нас идет до функции завода. Тоже, говорю, девушки, надо кому-то говорить. При осмотре вам все скажут. Спасибо. Вот сейчас заезжаем на осмотр. Пять минут и осмотр автомобиля завершен. Посмотрели ВИН-код, инспектор поставил печать в бланк. И сейчас возвращаемся обратно в окошечко, сдаем документы и ждем, пока нам выдадут новый мир. По своим давнишним связям пытался, как в старые добрые времена, за имя симпатичный номер. Но друзья-инспекторы сказали, что, говорит, сейчас все по компьютеру, и такой доп. услуги мы не предоставляем. Ну и маленько лирическое отступление. К тому комплекту документов, о котором я говорил ранее, обязательно необходимо распечатать квитанцию об уплате услуги. Ее можно отправить в квитанцию себе на почту и с почты распечатать. Возле любых госучреждений, таких как МРЭУ, ГИБДД, есть вот такие вот уля палатки-магазинчики, которые предоставляют ряд услуг. И я квитанцию по своей тупости и глупости забыл распечатать, и обратился вот в такую палатку, вот у нас, в частности, номер 6 у нас в городе Коломна. Знаете, сколько там стоит распечатать листочек А4? 100 рублей. Спрашивается за что, за что, вот чем, чем люди, блядь, руководствуются в формировании цены. Я просто не понимаю. Это благо у меня здесь родители живут рядом, здесь дома принтер, я сейчас плюнул на них, развернулся, поехал распечатывать. Это люди, которые там, ну, из соседних деревень, да, из соседних районов приезжают. Все, заложники ситуации, как в аэропорту, там водичка, блядь, по 150, и листочек А4 распечатать 100 рублей. Спасибо вам, барыги, здоровья и удачи в семье. Я пошел. У меня новый этап, сейчас сдаем документы и ждем номера. Я тоже номер знаю, а вот жена пока не знает. Сейчас мы посмотрим на ее реакцию по циферкам. Ну что, никаких эмоций? В том-то все и беда. 666 было лучше, да? Да, 666. Ну что ж, поставили НИВу на учет, времени это заняло у нас 2 часа с тем условием, что мы ездили и распечатывать квитанцию об уплате. Так бы все это, канитель, прошла бы за час. Там 10 минут оформления документов, 10 минут осмотр, 10 минут сдали документы уже после осмотра и выдача уже номеров. Электронный ПТС, вообще никаких препятствий даже, все своим чередом. В СТС внесли номер сертификата автомобиля. В нашем случае он вот такого типа сертификат, где прописаны все характеристики автомобиля. И в том числе, в конце, последний пункт, оборудование транспортного средства. По заказу можно комплектовать шноркелем с цепным устройством, что, в принципе, нам и надо было. Этот сертификат прописан у нас, и его сказали возить с собой на всякий случай, если вдруг кто-то домотается. Но возникает опять же вопрос, если этот сертификат выдается всем ладам НИВам, любой комплектации, то, получается, можно, в принципе, покупать любую, ставить свое, ну, ставить сцепное устройство, более-менее заводского изготовления, распечатывать этот сертификат, и спокойно кататься получается. Вот такие дела. Ну, а мы продолжаем. Дальше у нас что? Антикоррозийная обработка. Поехали. Поехали.